Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем читать книгу Премудрости Соломона на библейском портале экзегет.ру. Книга Премудрости Соломона входит в число книг, написанных по-гречески, не имеющих еврейского оригинала. В Септуагинте мы находим ее, и она вошла как второканоническое в предание или неканоническое, и считается церковью вполне авторитетной, поэтому мы обратимся к ней. В древности авторство приписывалось Соломону, царю Соломону. В XX веке в этом начали сомневаться, но сам по себе текст является для нас священным писанием, поэтому мы обращаемся к нему вне зависимости от того, кто является его автором. Итак, мы по традиции будем называть его Соломоном, потому что книга называется «Книга Премудрости Соломона». Итак, Соломон пишет «Суди земли, любите справедливость, с благоговением помышляйте о Господе и с простотой сердца ищите Его. Он постигается не теми, кто искушает Его, и является не тем, кто не верует Ему. Ибо лукавые помыслы удаляют от Бога, и испытуемая сила обличает безумных». Вот такое начало. Автор обращается к судьям земли, то есть к людям, которые обличены властью, и он призывает их любить справедливость. То есть древнейший принцип по тому же иудейскому преданию, которое сохраняется, например, в Талмуде, заповедь о справедливых судах является частью, является одной из семи заповедей, которые Бог дал сыновья Мноя. То есть это заповедь одна из ключевых, чтобы суды были справедливыми. Почему же суды должны быть справедливыми? Не просто потому, что это прекрасно, сама справедливость прекрасна. Естественно, это так, но автор здесь призывает их с благоговением помышлять о Боге и с простотой сердца искать Его. Интересно, что какие-нибудь судебные дела кажутся сложными, но в то же время человек святой жизни, который ищет Бога с простотой сердца, он по совести чувствует, как должно быть. Если его совесть воспитана Евангелием, если его совесть воспитана в контексте Священного Писания, то многие сложные вещи он решает правильно не потому, что он хорошо во всем разбирается, а потому, что он на одной волне находится с Богом, и Бог открывает ему, что справедливо. Далее, он постигает, он постигает, Бог постигается не теми, кто искушает Его, и является не тем, кто не верует Ему. И, конечно, речь здесь идет о людях, которые сомневаются в бытии Божием, искушают Его, то есть проверяют, есть Он или нет, с сомнением с таким, и является не тем, кто не верует Ему. Вот иногда верующие говорят неверующему, что есть путь, по которому вы можете пойти и доказать себе бытие Божие. Вот там начните ходить в храм, молиться, верить, читать Писание. Но дело в том, что если в сердце своем эти люди не будут верить, то Бог и не откроется им, если они сами не захотят этого сделать. Хотя, конечно же, это только общее правило, в котором всегда есть исключение, и Бог открывается иногда людям, которые совершенно Его не ищут, потому что на то бывает Его воля, на то бывает Его особый промысел. «Ибо лукавые помыслы удаляют от Бога, и испытуемая сила обличает безумных». Почему же Он постигается не теми, кто Его искушает, и является не тем, кто не верует? Да потому что лукавые помыслы, то есть помыслы нечестные, это все в контексте судьи, любите справедливость. Лукавые помыслы будут удалять таких людей от Бога, и когда они будут стремиться жить своей силой, испытуемая сила обличает безумных, то они будут обличены в своем безумии. Почему? Потому что человек, который рассчитывает только на себя, не рассчитывает на Бога, думает, «Ничего, я вот здесь лукавлю, я буду нечестным», но Бога, может быть, и нет. И знаете как, человек, который так действует, он действительно искушает Бога в том смысле, что он как бы все время своими действиями проверяет. Накажет, не накажет, увидит, не увидит. В Ветхом Завете и в других местах есть такие слова, например, «Солгали они на Господа и сказали нет Его в псалмах». То есть, когда речь идет о людях, которые живут беззаконно, рассчитывая на свои силы и думают, что раз они в данный момент ничего не получают, никакого наказания не получают, то, соответственно, Бога нет, и никто их не накажет. Далее Соломон пишет, «В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле порабощенном греху, ибо Святой Дух учения удалится от лукавства и уклонится от неразумных помыслов и обличит приближающуюся неправду». Естественно, что люди, которые рассчитывают на собственные силы, при этом думают, что они очень умные, хитрые, мудрые, здесь можно разные слова употреблять, но иными словами, это люди, которые рассчитывают на себя и думают сами справиться. И вот при этом они лукавят, да, при этом они судят несправедливо. Причем я думаю, что здесь можно шире посмотреть на этот текст, «Судьи земли, любите справедливость». Мы все в той или иной мере в жизни оказываемся судьями, когда решаем, что хорошо, а что плохо. И вот здесь автор и говорит, «В лукавую душу не войдет премудрость». То есть человек, который привык жить нечестно, который привык к каким-то ложным выводам, к ложным действиям, да, он в его душе премудрости не будет, он не сможет судить справедливо, он не сможет жить как мудрец и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Слово «тело» часто в Священном Писании означает всего человека, поэтому перед нами такой библейский параллелизм. То есть в лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. То есть весь человек, который лукавит, да, вот он лукаво живет, он не сможет быть премудрым. Почему? Потому что Дух Святой, Дух Учения, да, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий, все собой наполняющий. Так вот, он удалился от лукавства, то есть от всех, кто лукав, он удаляется, и уклоняется от неразумных помыслов. Здесь неразумные не в смысле, знаете, такой невинной неразумности, как детская. Здесь именно то, что противоречит разуму и обличит приближающуюся неправду. Более того, Дух Святой, в итоге, видите, и обличает вот такую жизнь. Хотя премудрость Дух человека любивый, но не оставит безнаказанным богохульного устами, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств его, и истинный зритель сердца его, и слышатель языка его. Но премудрость в Ветхом Завете мы знаем, что таким именем называет Бога слово, вторую ипостась Пресвятой Троицы, хотя вот в некоторых переводах это слово дано с маленькой буквы, по всей видимости, переводчики полагали, что речь идет просто о некоторой премудрости. Но так или иначе, мы видим, что автор некоторое действие сознательное при мудрости приписывает. Он говорит, что премудрость Дух человеколюбивый, но при всем человеколюбии он не оставляет безнаказанным того, кто богохульствует. То есть явно, чем отличается богохульство от, например, атеизма? Человек просто не верит, это одна история и одно дело, сомневается или вообще, может быть, не признает существование Бога. Но раз не признает, то и вообще о нем не говорит. Другое дело, когда человек хулит Бога, то есть сквернословит и всячески старается его унизить. Мы помним, что Бог поругаем не бывает, как говорит Писание, поэтому Богу от этого не бывает никакого ущерба. Человек сам себя, сам себе наносит ущерб и сам себя хулит в таком случае. Потому что Бог есть свидетель внутренних чувств его. Вот такой безнаказанный человек не остается, в смысле вот такой богохульный человек, он не остается безнаказанным. Почему? Потому что Бог свидетель его внутренних чувств. Он видит его сердце и слышит его язык. То есть Бог рядом присутствует и Бог свидетель. Человек, который богохульствует, даже если он думает, что Бога нет, это не значит, что его на самом деле нет. И человек пожинает плоды того, что он делает. Далее. Дух Господа наполняет вселенную, и как все собою объемлющий, знает всякое слово. Посему никто, говоря неправду, не утаится, и не минует его обличающий суд. Ибо будет испытание, и в помыслах нечестивого, и слух слов его взойдет ко Господу, и в обличении беззаконий его. Потому что ревнивое ухо слышит все, и шум ропота не скроется от него. В итоге Соломон делает такой вывод, что дух Господа, который все собою наполняет, все знает, и в итоге такой человек, вот человек, который лукавит, человек, который лжет, он получает плоды собственной жизни, и эти плоды прискорбные. Потому что происходит испытание, он не может миновать, не может скрыться, потому что слова его восходят к самому Господу, и они обличают, то есть делают явными беззакония, которые совершает этот человек. А ревнивое ухо слышит все, речь идет о Боге. Мы знаем, что Бог в Ветхом Завете называется ревнителем. Здесь просто такое образное выражение, как будто бы в безличном таком, да, ревнивое ухо, то есть непонятно, о ком идет речь, но понятно совершенно, очевидно, что речь идет о Боге. Это он ревнитель, это он слышит, причем ревнитель не в смысле, как муж ревнует о жене, хотя подобные, или там жена по отношению к мужу, хотя подобные выражения есть в Ветхом Завете, все же речь здесь идет скорее о ревности, ну, какую, например, испытывает человек, ревнуя о славе Отечества, например, ревнуя о том, что что-то пропадает важное, и он желает это спасти. Да, и шум ропота, потому что такой человек ропщет на Бога, конечно, тут не скроется от него, то есть от Бога. Итак, хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка. Тайное слово не пройдет даром, но клевещущие уста убивают душу. Ну, здесь более-менее все очевидно, да, то есть тайным не будет никакое слово, никакое решение человека. И более того, клевета, да, то есть когда мы искажаем истину, когда мы даже не просто говорим то, что не соответствует действительности. Иногда в педагогических целях, в общении с детьми мы можем употреблять какие-то подобные выражения, потому что, скажем, сейчас ребенок не способен, оказывается, понять каких-то явлений, например, да, и мы не готовы раскрывать перед ним все, что происходит. Но клевета — это именно ложь, которая обвиняет другого человека, когда человек лжет, желая принести себе пользу, а другому человеку вред. И вот желая как будто бы такой, часто социальной, да, смерти другому, человек при этом убивает собственную душу. «Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте на себя погибели делами рук ваших». То есть смерть, да, и погибель оказывается делом рук самих людей. И дальше известные слова «Бог не сотворил смерти и не радуется или не увеселяется погибели живущих». Конечно же, когда человек видит вокруг себя смерть и умирают все люди, ни один человек не живет вечно, кроме Господа Спасителя и тех, кто воскрес. И даже мы знаем Енох и Илья, которые избежали смерти в Ветхом Завете, им тоже надо будет умереть, они придут, да, для того, чтобы благовествовать о Мессии в последние времена. Так вот, и, конечно, человеку, который вокруг, который окружен смертью, ему кажется, что смерть — часть жизни, и поэтому, естественно, Бог, как сотворивший мир, сотворил и ее. Но Писание прямо нам говорит, Бог смерти не сотворил и не радуется погибели живых. Здесь возникают некоторые вопросы, нюансы, да, что такое смерть. Можно понимать, что смерть — это любое прекращение жизни, можно понимать это таким образом, что смерть — это именно человеческая смерть. в определенных темах, в определенных обсуждениях. Это важно, играет свою роль, но в данном случае важно увидеть сам тот факт, да, что Писание прямо отвергает идею, что Бог желает смерти человека, что Он сотворил смерть, что Он радуется, чьей бы то ни было смерти, нет никого, чьей смертью Бог радовал Себе. Ибо Он создал все для бытия, и существа мира животворны. То есть они сотворены живым Богом, да, и Он сотворил все для того, чтобы все было. У преподобного Иоанна Дамаскина есть выражение, да, такие слова, он говорит, что Бог сотворил все по своей благости, по преизбыточествующей благости, чтобы все тоже... Он существует и сотворил все, чтобы все существовало. И вот здесь мы это видим, да, Он все создал для бытия, и существа мира животворны. И нет в них пагубного яда. То есть они сами в себе, в том, что Бог сотворил, не содержат того, что ведет их к смерти. И нет царства ада на земле. То есть ад не торжествует. Что такое царство? Царство — это господство, это власть, это управление, это как бы высшая роль, да. И вот нет царства ада на земле, то есть ад не царствует на земле. Интересно, да, что такое некоторое предвосхищение того, что сделает Христос, когда уничтожит кажущаяся власть ада в мире. И далее он заканчивает эту первую главу такими словами. Поэтому праведность бессмертна. Удивительные слова, потому что мы привыкли к тому, что все умирают, и праведные, и грешные, и нет ни одного вечно живущего под солнцем. А здесь, так говорится, посему праведность бессмертна. Ну, во-первых, конечно, можно сказать, что речь идет именно о праведности, как явление, она сама по себе бессмертна. Но все же, по всей видимости, речь идет о людях. И вот здесь тогда возникает вопрос, о какой смерти идет речь. Потому что мы понимаем, что в Ветхом Завете в рассказе о грехопадении, о том, что нельзя было есть плоды с древа познания добра и зла, и о том, что люди их съели, Бог говорит человеку, в день, в который ты вкусишь плод с древа познания добра и зла, смертью умрешь. И потом Адам не умирает, и Ева не умирает, как только они съедают это. Есть авторы, которые говорят, вот, значит, Бог сказал неправду. Ну, такие люди неверующие, сомневающиеся. Вот он сказал, что они умрут, а они на самом деле не умирают. Но есть другие авторы, которые с уважением относятся к библейскому тексту, и они говорят, человек начал умирать, то есть заразился смертностью. И это одна смерть, смерть как разлучение души и тела, но человек в то же время, сразу после вот этого вкушения, этого плода, заболел смертью в другом смысле. Он отдалился от Бога, а Бог — источник жизни, и поэтому всякое удаление от Бога приближает нас к смерти. Поэтому, говоря, что праведность бессмертна, Соломон не искажает действительности. Человек, который праведен, он стремится к жизни и будет иметь жизнь вечную. Всего доброго. Соломонононон��의 нап...? Продолжение следует...